За последнее время кинематограф выпустил так много проходного кино, что найти хороший триллер с элементами детектива не так-то просто. Поэтому хорошая идея, пусть даже не ярко реализованная, мало кого оставит равнодушным. И если вы любите неторопливые атмосферные проекты, тогда вот несколько фильмов, сюжет которых не даст заскучать до самого конца. Три дня и жизнь Это психологический триллер, основанный на одноименном романе французского писателя Пьера Леметра. Действие разворачивается в бельгийских Орденах в 1999 году, когда в рождественскую ночь в маленькой тихой деревне исчезает мальчик. Полиция и здешние жители прочесывают леса и реки, а несколько местных попадают под подозрения, вызывая бурю негодования и противоречивые эмоции в обществе. Но когда обстановка в деревне становится чересчур напряженной, на местность налетает разрушительный ураган, в корне меняющий судьбы главных действующих лиц. Фильм удивляет еще и тем, что количество бед не ограничивается только первоначальными трагическими событиями. Сценарий можно условно разделить на две части, где первая показывает весь ужас трагедии, а вторая – событие через 15 лет, когда мы узнаем, что случилось за эти годы с главными героями. Кино придется по вкусу тем, кто любит неспешные психологические фильмы с элементами детективной составляющей. Свободная страна Кино представляет собой немецкий детективный триллер и очередную режиссерскую работу Кристиана Альварта. Создатели не менее закрученных проектов, как «Звонок мертвецу», «Дело номер 39» и многих других известных фильмов. Это интересная история о том, как два детектива расследуют дело о бесследно пропавших сестрах в Восточной Германии в 1992 году. Место действия также соответствует восточно-германскому захолустью каких-то совсем уж мрачных глубин. Манера подачи напоминает первый настоящий детектив и испанскую версию миниатюрного острова. Однако, перенесенный на германскую почву, этот сценарий вырос и распустился новыми серыми красками, и в этом кроется его суровое очарование. Фильм снят довольно-таки неплохо, с мрачной и тягучей атмосферой. Кино подавляет зрителя свои депрессии и погружает в омут последовательных давящих событий, где создается чувство всенарастающей безысходности происходящего. И если подводить итог, то перед нами неплохой и неспешный детектив со своим характером. И для любителей европейского кино его можно рекомендовать. По горячему следу. Это немецкий детективный триллер, снятый по мотивам бестселлера Майкла Роботема. Адреналин – это первый фильм из серии фильмов по горячему следу и поведает о комиссаре полиции, расследующей жестокое убийство девушки. В процессе расследования комиссар вращается за помощью к психиатру, чтобы тот помог составить портрет убийцы. Вместе им предстоит разобраться в этом загадочном происшествии, пока не совершилось очередное преступление. Как и свойственно европейскому кинематографу, фильм получился с крутыми сюжетными поворотами, интригой и своей специфической атмосферой. И если вы уже посмотрели серию фильмов Мистериум, то по горячему следу составит ему достойную конкуренцию. Каждый фильм можно смотреть как отдельную детективную кинокартину со своим запутанным сюжетом. Однако в фильме нет особого драйва, так что любители современных стандартов, возможно, не оправдают своих ожиданий. Незнакомец История этого криминального фильма расскажет об одном управляющем банком, получивший анонимный телефонный звонок. Незнакомый голос сообщает ему, что у него есть всего несколько часов, чтобы найти большую сумму денег, иначе бомба под его сиденьем взорвется. События разворачиваются стремительно и напряженно, где каждый новый звонок неизвестного ставит под удар не только самого героя, но и его детей. Это очередной испанский фильм, который своей постановкой дает повод обращать внимание на европейские триллеры. И в отличие от западных проектов, они имеют в своем арсенале креативность и большую творческую свободу. Действие сопровождается элементами детективной составляющей, и атмосфера напряжения не отпускает до самого конца. Все эти элементы, а также неплохо выдержанная интрига, выводит фильм на весьма высокий уровень. Фабрика Фильм представляет собой криминальный психологический триллер, где полицейские его напарницы расследуют жестокое убийство проституток. Тагадок много, даже есть подозреваемые, и кажется, что круг вот-вот замкнется. Злоумышленник действует методично и без проколов, но только до тех пор, пока совершенно случайно не похищает дочь детектива, давно идущего по пятам за маниакальным преступником. Теперь одержимый полицейский бросает свою профессиональную сдержанность и отправляется на поиски своей дочери. Это довольно-таки занимательный детективный триллер с вроде бы заезженным и не так уж лихо закрученным, как поначалу кажется сюжетом. Но, как оказывается, в дальнейшем скрывающий в себе оригинальную начинку. Сюжетная линия быстро сменяется одна на другую в динамичном движении и в результате сплетается в неожиданной развязке. Замкнутая цепь В основе этого фильма лежит реальная история произошедшего теракта на лондонском рынке 2012 года. Виновные оказались незамедлительно арестованы, но при адвокатском расследовании начинают выявляться нелицеприятные для правительства вещи. Это представитель шпионского детективного триллера, где с одной стороны он идет вроде бы неспешно, ну а с другой в нем есть напряженные и драматические ситуации, потому как главным героям противостоят силы, борьба с которыми невозможно никакими путями. Вместе с адвокатами зритель постепенно распутывает всю цепочку произошедших событий и понимает, в какой трудной ситуации оказывается подозреваемый. Как и в любом шпионском проекте, здесь есть заговоры, таинственный замысел и тайные встречи. Тема терроризма и расследования подобных дел всегда имеет свою недосказанность, оборотную, возможно, даже темную сторону. Женщина в огне Это британо-американский драматический детектив и вполне реалистичная история жизни обыкновенного человека, на чью долю выпало много испытаний. События расскажут об одной женщине, проживающей в провинциальном городке со своей дочерью-подростком. Девушка рожает ребенка и спустя некоторое время пропадает без вести, оставив мать одну наедине с младенцем. Героиня вела до этого разгульный образ жизни и теперь ей приходится по-настоящему взрослеть, воспитывая своего внука. Она преодолевает тяжелую депрессию, одиночество и страхи, продолжая искать исчезнувшую девушку. И даже спустя 11 лет она не может успокоиться, надеясь, что ее дочь все еще жива. Режиссер создает печальный фильм про одиночество и семью, про их переплетение и расхождение. Мы наблюдаем социальную картину, где простые люди предстают во всей своей бытовой красоте со всеми сложностями и радостями жизни. Незваный гость Фильм представляет собой параноидальный южнокорейский триллер и экранизацию одноименного романа «Сон Вон Пьен», которая сама адаптировала книгу в сценарии и сняла по ней фильм. Сюжет дебютного проекта расскажет историю одного архитектора, страдающего сразу от двух психологических травм. Несколько месяцев назад погибла его жена, 25 лет назад потерялась младшая сестра. И эти трагедии оставили неизгладимый отпечаток на его дальнейшей жизни. Но однажды их семью потрясает новость о том, что девушка жива. Вся семья с радостью ее принимает и только главный герой не разделяет всеобщего счастья и подозревает, что она не та, за кого себя выдает. Атмосферу помешательства разбавляет эстетика мыльной оперы, что несколько сбивает градус напряжения. Фильм представляет собой пример качественно сделанного триллера с острым ощущением тревожного недоверия. Психологическое давление и паранойя нависают с первых минут картины и постепенно нарастают до самого финала. Лето 84 Данная работа представляет собой недорогой, но качественный и неспешный триллер, замешанный на фирменной Стивена Кинговской подаче. В небольшом городке четверо 15-летних друзей проводят лето за необычным занятием. Они вычисляют серийного убийцу, несколько лет подряд орудующего в округе. Но все улики ведут к соседскому дому, где живет уважаемый офицер полиции. Без скромности можно заявить, что авторы позволили себе снять историю в лучших традициях сериала «Очень странные дела». Только в этот раз никакой мистики и ужаса, хотя, конечно, атмосфера нарастающего саспенса присутствует. Первая половина фильма вообще похожа больше на простой детский фильм без особых привязок к взрослому сюжету. Но затем события резко меняются и набирают обороты. Это напряженный подростковый триллер-детектив, снятый в стилистике 80-х, что придает ленте ностальгический эффект. Это были детективные триллеры, если вам понравилось это видео, тогда не забывайте ставить лайк и подписываться на канал и нажимать на колокольчик. И всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok